так запись так ребята всем добрый день давайте проверим картинку звук как у меня слышите поставьте пожалуйста по 10 бальной шкале звук картинка так хорошо запись у нас тоже идет поэтому этот вебинар если кто-то не пришел можете показать потом записи наш вебинар окей хорошо с вами начинаем итак еще раз всем добрый день минут вячеслав мы с вами раз в месяц встречаемся в вебинарной комнате проводим этот эфир и это такая важная точка синхронизации с компанией то есть мы с вами говорим про новости что вообще в компании происходит что мы будем дальше делать и также мы отмечаем здесь тех ребят которые особо отличились своими результатами в предыдущем месяце мы с вами сегодня будем подводить итоги октября 1023 года и обязательно мы поздравим тех ребят которые очень хорошо отработали в октябре у нас есть очень сильные мощные результаты вот но начнем мы с вами как обычно с новостей и плавно давайте перейдем к новости номер один новость номер один она касается клиентской абонент клиентской абонентской платы то есть абонентская плата клиентов когда клиенты платят за продукт а точнее поговорим о подходе плавно к тому что мы сейчас планируем ее повышать и почему потому что уже 10 лет с работами с продуктом и за 10 лет мы однажды повышали абонентскую плату это было 1 января 2020 года то есть четыре года назад и за это время то есть один раз за эти 10 лет один раз было повышение для нас это очень важный момент мы всегда стараемся фиксировать цену и когда у нас были вот эти вот валютные колебания мы тоже фиксировали цену чтобы нашим клиентам было удобно вот но мы с вами работаем в рыночной экономике и есть такое понятие инфляция нормальная абсолютно история для рыночной экономики вот тогда когда цены то есть рынок определяет цену мы сами тоже гибко занимаемся ценообразованием как правило цена она всегда идет наверх вот поэтому и опять же это не скажем так ну не спроста не с пустого места мы очень долго старались эту цену держать но все прекрасно понимать что что сейчас происходит есть различные инфляционные колебания цены везде растут растет стоимость разработки продукта те контрагенты которыми с которыми мы занимаемся разработки продукта там тоже на все сервисы цены растут поэтому нам мы сейчас плавно к этому тоже подходят а вот значит и еще один момент что это вызвано не просто стоимость разработка есть еще определенные задачи которые перед нами стоят вот и повышение цены вот эту дельта на которой мы повышаем цену она будет распределяться в два направления первое это закрывать те расходы которые у нас есть на разработку продукта и вторая часть этого повышения она пойдет на дофинансирование офисной программы которая у нас есть она у нас есть она у нас продолжает работать и мы ее будем еще дофинансировать для того чтобы вам было проще работать в офисах в регионах и так далее значит клиентская абонентская плата мы ожидаем ее повышение с 1 февраля 2024 года мы берем три месяца заранее за три месяца мы об этом говорим вот и чтобы у наших клиентов было время к этому подготовиться то есть это не сразу то есть мы говорим об этом уже завтра будет повышение то есть за три месяца мы еще будем рассылать серию писем нашим клиентам о том что то есть напоминать будем о том что произойдет повышение и повышение произойдет до 40 условных единиц то есть на сегодняшний день у нас 30 условных единиц абонентская плата за продукт с 1 февраля 2024 года она станет 40 условных единиц то есть повышение на 10 условных единиц еще раз напомню что вот это повышение вот эта дельта она идет на разработку продукта и на дофинансирование офисной программы Значит, еще, я думаю, что мы, наверное, серию письм отправим клиентам для того, чтобы клиентов еще раз как бы об этом оповестить. И будем напоминать, что у каждого клиента есть возможность оплатить годовую абонентскую плату, то есть до 1 февраля 2024 года оплатить годовую абонентскую плату и зафиксировать старую цену на год вперед. Так, это что касаемо клиентской абонентской платы. Идем дальше. Следующее, что нас с вами ожидает в нашей событийной линейке, это 25 ноября UDS Day. Еще раз, UDS Day это очень важное событие в нашей событийной линейке. Это онлайн мероприятие. То есть это еще раз инструмент для того, чтобы вы эффективно работали с партнерской программой, с продуктом, продажей продукта. И UDS Day у нас проходит в этом году, мы уже проводили несколько раз, и каждый раз, каждый UDS Day это новые рекорды по подключению новых партнеров. То есть каждый UDS Day у нас подключается все больше и больше партнеров, новых партнеров. И я думаю, что этот UDS Day тоже будет не исключением, не будет исключением. То есть каждый раз вот это мероприятие, оно проходит все более эффективно, все более профессионально. Выходят партнеры, причем на UDS Day выступают партнеры, которые прямо здесь, сейчас. У них есть результаты, у них есть вот эта энергия победы. То есть те люди, которые прямо здесь, сейчас, на острие, и у них все очень хорошо в бизнесе получается. И они делятся не столько, может быть, знанием, а сколько вот именно своим внутренним состоянием, с которым они этот бизнес делают и эти результаты создают. Значит, и я призываю вас к тому, чтобы обратить внимание еще раз на это мероприятие. Те, кто особенно еще пока вот к нам подключились и присоединились в партнерскую программу и еще пока только-только знакомятся. Вот это очень сильный, это очень мощный инструмент для бизнеса. И у нас еще есть время, еще впереди есть 22 дня для того, чтобы поработать на то, чтобы на UDS Day у вас были люди. То есть еще раз это проходит все в онлайн-формате, никуда не нужно ехать, вы просто скидываете человеку ссылку, и человек в привычной для себя атмосфере дома может посмотреть, наверное, одну из самых лучших презентаций нашего продукта и нашей партнерской программы. Поэтому не пропустите, пожалуйста, это заключительный UDS Day будет в этом году. И еще раз, по нашему опыту, это очень высококонверсионное мероприятие, поэтому этим инструментом нужно обязательно пользоваться. Я вижу в чате вопросы по поводу повышения абонентской платы. То есть все платежи клиентов, они повышаются ровно на 10 условных единиц. То есть получается у нас повышается абонентская плата с 30 до 40, у нас повышается аренда со 100 до 110, и у нас повышается, у нас есть еще платеж по рассрочке. Платеж по рассрочке, он 150 условных единиц, он будет 160 условных единиц. То есть все абсолютно клиентские платежи, они будут подниматься. Мы этот вопрос очень долго обсуждали, и этот вопрос, он у нас на повестке стоит уже последний год точно. То есть мы все искали способы не повышать весь этот год. Но вы понимаете, то есть еще раз, последнее повышение у нас было 1 января 2020 года, потом начались очень много событий, о которых вы все в курсе, значит, и очень сильные, скажем так, инфляционные движения, колебания валют и так далее. И вот все это время мы постарались, держали, вот, но сейчас уже подошли к тому, что нам нужно тоже повышать. Нормальная история абсолютно, еще раз, для рыночной экономики. Инфляция, рыночная, любая рыночная экономика, она не может работать без инфляции. Понятно, что могут быть разные цифры, это инфляция, но сама инфляция сама по себе, это факт, который есть, с которым мы работаем. Вот, и тоже мы смотрим сейчас по сторонам, все абсолютно сервисы, они так или иначе каким-то образом индексируют свои цены. Вот, и, значит, ну, то есть это такая нормальная история, которая прямо сейчас происходит. Значит, и еще раз напомню, что, значит, повышение абонентской платы, оно, значит, после повышения абонентской платы, вот это повышение, оно не отразится на выплатах в партнерскую программу, то есть выплаты у нас останутся теми же самыми, вот, потому что часть средств, она пойдет на разработку, на дофинансирование разработки продукта, а часть средств пойдет на дофинансирование офисной программы, которая у нас с вами есть. Хорошо, идем дальше. Еще о чем я хотел бы с вами поговорить, но, скорее всего, напомнить. Значит, бонус масштабирования, тот бонус, который мы запустили в этом году, в начале этого года, и это бонус, который для нас сейчас становится таким приоритетным, что ли, направлением, значит, работы. И я буду постоянно о нем говорить, и буду постоянно напоминать, и на итогах мы тоже будем честны тех людей, которые делают бонус масштабирования. Что такое бонус масштабирования? То есть это бонус, который поощряет, скажем так, наверное, самые правильные действия в компании, вообще в партнерской программе. Это бонус выплачивается партнеру, если у партнера в месяце, в этом месяце появилось два новых партнера. То есть если у вас в первой линии появляются два новых партнера, вы, помимо всех выплат, которые есть по маркетингу плану, вы получаете еще бонус за вот это действие. Почему мы уделяем приоритеты, почему мы, скажем так, подчеркиваем это действие, то есть два новых партнера ежемесячно, подчеркиваем тем, что мы выплачиваем еще дополнительные деньги. То есть мы ваше внимание фокусируем на этом действии. Потому что, на мой взгляд и по моему опыту работы в партнерских программах, это абсолютно хороший нормальный ритм, когда ты работаешь на 100% в бизнесе и когда у тебя появляются два новых человека. То есть у тебя это достаточно, то есть месяц достаточно для того, чтобы эту работу проделать и месяца достаточно для того, чтобы этих людей запустить в бизнес, для того, чтобы их обучить, для того, чтобы подключить их к инфополю и создать им какие-то результаты. Поэтому это нормальный, хороший ритм абсолютно для любого партнера. И вот к этому нужно стремиться. И мы с вами, то есть мы в компании прекрасно это понимаем и вот сейчас это направление тоже будем для себя повышать приоритет. И в каждом из моих следующих вебинаров и выступления, я буду обязательно об этом говорить, мы с вами должны дойти до того, что большинство наших партнеров, они этот бонус делают. То есть вот это действие они делают. Ну вы можете сами себе представить, в вашей команде будут, все понятно нет, но большинство партнеров будут делать это действие. Каждый месяц два новых партнера мы очень быстро начнем прирастать и по сути все цели, задачи, которые вы в этом бизнесе перед собой ставите, они будут тоже закрываться. Так, идем дальше. Что еще, о чем нужно еще сказать. Мы сейчас активно готовимся к итогам года. Итоги года это самое главное событие в нашей событийной линейке. Мы подводим итоги целого года. Значит, это событие пройдет у нас 3-4 февраля 2024 года. Вега Сити Холл, Москва. Мы с вами соберемся для того, чтобы, во-первых, всем вместе собраться, пообщаться. И мы от администрации будем рассказывать, какие у нас результаты за этот год. Результаты очень хорошие по продукту, по тем задачам, которые мы перед собой ставили. И на итогах года мы будем рассказывать про новшества в продукте. Мы сейчас к итогам года готовим один очень интересный модуль, одно дополнение в продукте, которое, на мой взгляд, субъективный, конечно, взгляд, оно очень сильно должно увеличить продажи и очень сильно увеличить конверсию потенциального клиента в реального клиента. И это модуль, который сейчас идет активная его разработка. Уже мы там очень скоро приступим к тестированию. И к итогам, к февралю мы вам готовы будем показать. Возможно, может быть, даже раньше его запустить. То есть нас ждет очень хорошее обновление в продукте 3-4 февраля вега Сити Холл. И, как обычно, у нас за два дня проходят мероприятия. Первый день – это выступление администрации, и мы будем награждать самых-самых активных, самых результативных партнеров 2023 года. И второй день – это будет обучение от топ-лидеров компании. Весь наш такой свет спикерского состава будет делиться тоже своими мыслями, идеями, не только взглядом на бизнес, но и взглядом своими на жизнь и так далее. Поэтому 3-4 февраля, вега Сити Холл. Пожалуйста, озаботьтесь тем, чтобы у вас были билеты и билеты у вашей команды, потому что зал не такой большой. Желающих у нас будет очень много. Так, и что нам нужно еще? Нам нужно отметить наших чемпионов. Мы с вами подходим к второй части нашего с вами вебинара. Отметим тех ребят, которые создали очень хорошие результаты в октябре, в прошлом месяце в октябре. Начинаем со статусов. У нас есть карьерная лестница, есть статусы, карьера, по которой можно двигаться. Опять же, это карьера, по которой можно двигаться только за счет своих личных действий. Не за счет того, что вы где-то с кем-то знакомы или еще что-то. То есть, а это карьера, самая честная, наверное, карьера, которая есть. То есть, это карьера за действием. То есть, выполненные определенные действия, определенные объемы, присылается статус в карьерной лестнице. И понятно, что продвижение по карьерной лестнице, оно создает еще возможности для зарабатывания денег, возможности для получения какого-то обучения, более профессионального обучения и так далее. Итак, начинаем с ключевого менеджера «Октябрь». Ольга Смирнова – Рыбинск, Ольга Голод – Москва, Руслан Ченков – Иркутск, Алексей Ким – Хабаровск, Татьяна Балашова – Клин, Родион Нагматулини – Шкарала, Василий Попов – Якутск, Ирина Староверова – Москва, Ирина Величко – Невиномыск и Татьяна Иванова – город Москва. Это был ключевой менеджер. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Татьяна Макеева – Москва, Инна Гребнева – Ишкарала и Анастасия Демнина – город Иркутск. Далее идем. Статус директора. У нас в октябре два директора. Это Светлана Руфова – Якутск и Надежда Колосова – Якутск. Поздравляем. Дальше статус регионального директора. В Якутске появилось два нового директора. Понятно, что и появляется новый региональный директор. Ульяна Егорова – город Якутск. Тоже Якутск. Статус регионального директора. И у нас в октябре тоже была очень мощная победа. У нас появился новый партнер в статусе амбассадора. Новый партнер в статусе амбассадора – Валерий Ольшанский, город Москва. Валерий, мы тебя поздравляем. И знаем, что еще осталось время. То есть еще до конца спринта у нас целых три месяца. Есть возможность закрывать еще этот статус, повышать. Так, это что касаемо статусов. Идем дальше. Я хотел бы отметить партнеров, которые в прошлом месяце активно работали в партнерской программе, именно на присоединении новых партнеров. И хочу отметить всех ребят, которые в прошлом октябре пригласили два и более партнеров. То есть это те люди, которые, по сути, выполнили бонус масштабирования в октябре. Так, поехали. Екатерина Сухарева, Москва. Валерий Мацкайлов, Краснодар. Елена Кузнецова, Ешкарола. Екатерина Сыщикова, Ешкарола. Альбина Коваль, Тольятти. Марина Куликова, Москва. Ирина Ченкова, Иркутск. Евгения Нероманова, Иркутск. Альбина Коваль, Тольятти. Инна Бельская, Москва. Дарья Прокофьева, Стерлитамак. Галина Пересадина, город Екатеринбург. Иван Браун, Саратов. Виктория Романенко, Санкт-Петербург. Татьяна Балашова, Клин. Раиса Юргилян, Москва. Никита Ирин, Тюмень. Виктор Коробченко, Москва. Алекс Соловьев, Самара. Татьяна Данилова, Новосибирск. Дмитрий Ким, Балашиха. Лариса Чернышева, Москва. Елена Трускова, Москва. Александр Идарья Рожкова, Сургут. Алексей Ким, Чанг. Екатерина Осмехина, Кунгур. Юлия Ивлева, Балакова. Инна Гребнева, Гребнева, прошу прощения, Ишкарова. Юлия Даутова, Энгельс. Евгения Антонова, Саратов. Максим и Анна Маркисеева, Иркутск. Екатерина Демоченко, Тольятти. Светлана Зеленина, Новороссийск. Ирина Шепель, Москва. Сергей Коробкин, Кунгур. Ольга Брачева, Пятигорск. Матрена Неустроева, Якутск. Альфия Манаева, Романова. Марина Елютина, Новосибирск. Александр Белгороков, Москва. Ита Таран, Раменская. Марина Колдина, Псков. Мадина Жанатаева, Сочи. Марина Рысянина, Пермь. И Марина Привалихина, город Красноярск. Это партнеры, которые в октябре пригласили в команду два партнера. То есть у них появилось в первой линии два новых человек. Идем дальше. Отметим ребят, у которых появилось три новых партнера в октябре. Максим и Светлана Руфова, Якутск. Ольга Голубь, Москва. Лилия Смирнова, Ишкар-Ола. Ольга Смирнова, Рыбинск. И Татьяна Макеева, Москва. Еще раз, это те ребята, которые помимо выплат по маркетинг-плану получат еще бонус масштабирования. То есть это дополнительный бонус, который еще раз поощряет тех людей, которые в течение месяца появляются, у которых в команде появляются два новых партнера. Мы с вами сейчас начали ноябрь, впереди целый месяц, и важно сфокусировать сюда это внимание и поработать над тем, чтобы у вас в команде появилось два новых партнера. Не имеет значения, какой пакет у партнера, главное, что у вас есть сам факт наличия двух партнеров. И помимо, еще раз, выплаты по маркетинг-плану, вы получаете еще дополнительный бонус. И мы обязательно в декабре, когда будем подводить итоги ноября, отметим этих ребят. Идем дальше. Также нам нужно отметить ребят, которые активно работали с клиентами, и у которых появилось два клиента и более. Начнем с двух клиентов в октябре. Перрира Мухарметова-Уфа, Сесек Баханова-Улан-Удэ, Дмитрий Табаков-Рязань, Надежда Измаилова-Переславль-Залезский, Валентина Тюгаева-Кемерова, Денис Иловейков-Снежинск, Михаил Наталья Лебедева-Краснодар, Лилия Геремзянова-Октябрьский, Рустам Какаев-Саратов и Максим Баженов-Город-Сургут. Идем дальше. Три клиента в октябре. Алиса Степанюк-Сургут, Анастасия Казакова-Владивосток, Светлана Пахомова-Энгельс, Маргарита Воронина-Тюмень и Руслан Артемов-Город-Новосибирск. Дальше идем. Четыре клиента в октябре. Андрей Куренков-Рязань и Данил Голубь-Домодедов. Пять клиентов в октябре. Сезарь Рубанович-Краснодар. И у нас есть абсолютный чемпион. В октябре 15 новых клиентов. 15 новых клиентов за октябрь. Максим Моисеев, город Москва. Абсолютный чемпион. 15 новых клиентов в октябре. Это потрясающий результат. И нужно отметить еще гонку городов. Так как у нас тоже одна из номинаций на итогах. Мы отметим города, которые активно работали с партнерской программой, с клиентами. И на сегодняшний день у нас получается в нашем спринте. Второй спринт 23-го года. Мы проработали три месяца. Еще впереди три месяца. Городов выглядит следующим образом. По клиентам. 10-е место Бишкек, 9-е Улан-Удэ, 8-е Омск, 7-е место Тюмень, 6-е Пермь, 5-е Самара, 4-е Санкт-Петербург, 3-е место Иркутск, 2-е место Якутск и 1-е место город Москва. И гонка городов по партнерской программе. 10-е место Тверь, 9-е Ишкар-Алан, 8-е Сургут, 7-е Санкт-Петербург, 6-е Пермь, 5-е Тюмень, 4-е Южно-Сахалинск, 3-е Иркутск, 2-е место Тюмень. Это город Якутск и на первом месте город Москва. В общем, тройка лидеров и там, и там одна этажа. Говорит о том, что если мы хорошо работаем с партнерской программой, мы хорошо работаем с клиентами. Хорошо, это те ребята, которые отметили своими результатами в октябре. Так, и, по-моему, у нас вся информация. Еще раз пройдусь по основным хайлайтам нашего сегодняшнего вебинара. Значит, новость номер один – это повышение цены клиентской обонплаты с 30 до 40 условных единиц. То есть все платежи поднимаются на 10 условных единиц. Еще раз, это будет работать с 1 февраля. То есть мы берем комфортный период, 3 месяца, за 3 месяца мы начинаем об этом говорить. Следующий вебинар я тоже об этом скажу, потом следующий вебинар я тоже об этом скажу. Мы будем рассылать серию писем для того, чтобы клиентов еще раз об этом оповестить и объяснить, опять же, почему это происходит. Ну, все понимают. Вот. И у клиентов, еще раз мы будем понимать клиентам, что у них есть возможность до 1 февраля оплатить годовую объемскую плату и зафиксировать цену на еще на целый год. Вот. Поэтому 3 месяца такой более чем достаточно. И еще раз скажу то, что вот эта дельта, на которой мы повышаем, то есть перед нами там стоят определенные вызовы, вот. И там часть денег нет, то есть не только это по, еще раз, разработке продукта, но и по нашей партнерской программе. Поэтому часть средств на разработку и часть средств на дофинансирование нашей офисной программы. Вот. И из событийной линейки сейчас основной фокус должен быть на UDS Day. То есть это вот то, куда нужно прямо сейчас сфокусироваться и сработать максимально эффективно, потому что это высококонверсионные мероприятия. Это исторически сложилось. Каждый UDS Day мы бьем рекорды, и каждый UDS Day у нас все больше и больше новых присоединений. Поэтому нужно очень активно на это сработать. Это то, что позволит вам, в том числе в этом месяце, закрыть бонус масштабирования. И то, куда мы с вами готовимся, тоже ценно-целенаправленно. Это итоги года, 3-4 февраля. Еще раз хочу напомнить вам о том, что зал у нас не такой большой, и, скорее всего, билетов может к концу, к февралю уже не остаться. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы у вас и у вашей команды были билеты. На этом у меня все. На этом, да, вся информация. И до следующих встреч на наших вебинарах. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok